Значит, это эскиз пародии. Вот, единственный человек, готовый к реализации. Каких только артистов не интервьюировала кинопанорама за этот период, и очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот, я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невиданного на кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Зака, Зака Довникадрович нетронутый. О, что бы мне хотелось, так сказать, узнать у Закадра Довникадровича? Ну, во-первых, значит, мне пришла сейчас мысль... Сейчас, где она? А, значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картинок. Значит, что примечательно, что Зака Довникадрович практически не снялся, ну, на всех студиях наших. И что... Что здесь на всех? Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме, Ленфильме и Студии Горького. Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись... В восьми картинах. То в этом году он уже не снялся в шестнадцать. Так что рост какой-то налицо. Ну, да, да. Вот. Вот вы знаете, конечно, в наш адрес, в нации Кинопанорамы приходит масса писем... Да, да, да. ...от телезрителей, от любителей кино. Примечательно, что ни в одном из этих писем совершенно не интересуется ваша биография. Вот. Я думаю, что имеет смысл поблагодарить наших телезрителей за то внимание, которое они вам, в общем, не уделяют. Скажите, а где вы сейчас не снимаетесь? Одновременно у нескольких режиссёров. Ну, надо сказать, у меня есть преимущество перед другими актёрами, я знаю моих коллег. Да. Меня не снимают без проб. А, вас не пробуют, чтобы снимать, я так понимаю, да? А, не пробуют, чтобы не снимать. Да, это интересная мысль. Интересная мысль. Ещё вот интересно, вот ваша ближай... Для вас какая с киностудия всё-таки ближе всего? Ну, Мосфильм, конечно. Мосфильм ближе. Да, потому что я по магистрали. Я живу на Арбате, в Москве, и, значит, быстро... А Арбат уже близко от Москвы. А Горького? У Горького ДНХ, да. Пересадка. Куда она уже? Да, далековато. Ближе всё-таки Москвы. Мосфильм, да. А с кем из кинорежиссёров вам приходилось, так сказать, встречаться? Ну, в этом году. Да. Вот просто буквально на днях мне удалось столкнуться с Эльдаром Рязановым. Это приятно. В кондитерском отделе булочной. Интересная мысль. Мысль интересная. Мысль интересная. Мысль интересная. Вот тут мне пришло в голову... Да. Скажите, это не вы снимались... Нет, не я. А вот тот яркий эпизод... Без меня. Вот тут скандал был, который... Это тоже со мной. Спасибо, интересная мысль. Скажите, пожалуйста, вот вы много смотрите на панорам, так сказать, вы знаете, спутник кинозрителя. Вот как вам, как зрителю уже, а не как артисту, как вы считаете, что легче, задавать вопросы или отвечать? Ну, как говорится, вам карты в руки. Вы же их задаёте, вы же на них отвечаете. Какая интересная мысль. Мысль интересная. Мысль это интересная. Скажите, пожалуйста, а вот о коллегах. Это такой болезненный коллег. О коллегах... Всегда легче говорить о себе. О коллегах легче, конечно. Потому что... Интересная мысль, да. Сейчас такая теория возникла. Мелькание на экране. Часто. Мелькание, интересная мысль. Конечно, мелькают чаще, другие мелькают. Ну, мелькают, мелькают. Возьмём, к примеру, Армена. Чего? Лучше Жанна Поля. Как? Бельмондо. Бельмондо. Возьмём, давайте. Он искался в 186 картинах. Интересная мысль, да. Ему никто не говорит, что он мелькает. Нет, никто. Я не снялся в 186 картинах. Да. Мне говорят, надоел. Интересная мысль вообще. Мысль интересная. А вот хобби, знаете, такой тривиальный вопрос. Хобби, хобби, да. У меня на хобби нет времени. И хобби нет. Это интересная мысль. Ну, вы же, вы же поёте. Да, ну, к примеру. Летят утки. Интересная мысль. Летят утки. И два гуся. Да, и животные. Животные, животные. Вообще, я приверженец документального кино. Интересная мысль. Потому что к нему я вообще никакого отношения. Ну, понятно. Возьмем волки. Волки. Волки, да. Знаете, волки. Снимаются? Задрипанный, кинематографический волк. Я знаю, они в вольерах их посылают. Снимаются. 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 Я не снимаю особо. Белочка. Белочка маленькая. Маленькая, белочка. А мысли интересные. Интересные мысли. А вот такая проблема вечная. Это, так сказать, вопрос музыки в кино. Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что физическая форма актера, как вы выглядите, это главное для меня. Потому что, допустим, актер, если он полный, он каким-то образом худеет. Я не волнуюсь, как он худеет. Уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка в народе. Если он скачет сам на камеру. Симфонист. Или песенник. Все, если это перевязано к сюжету, то тогда я вважаю. Вот скажите пример. Ну, не знаю. Люблю, люблю, люблю. Ну, Нуронов. Гафт, вот. Гафт. У него свои бицепсы. Какие бы ни было, видимо, приключенчатки. Я знаю, что он делает зарядку с утра. Или даже психологическая попытка. Он привязывает ногам гантелей. Все равно, что бы ни было, зритель в конце знает, что будет песней. Физическая форма. Ну, а как все-таки, какие основные принципы вашего актерского человеческого существования? Я думаю, так сказать, девиз. Да. Не изменять самому себе. Ну, правильно. Хорошая мысль. Вот, вы знаете, я стабильно. Да. Так, умышленно. Да. 20 лет не снимаешь в кино. Прекрасно. И вот результат. Я на юбилейной кинопанораме. А я с этой стороны должен, так сказать, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, девизом, значит, кино, зрителям, фильм, людям, значит, вот, Закат Никанович получил специальный приз. Да? Да. Да. Вы еще не знаете? За лучшую несыгранную мужскую роль города. Вот, я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста. Ну, это чудный трофей. Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний. Благодарю вас. Осторожнее разбейте. Тихо, тихо, тихо. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч.